Пожалуйста, в чем, на Ваш взгляд, состоит смысл создания вольного исторического общества? Ну, я считаю, что в теперешних условиях, особенно после реформы Академии наук, которая ограничивает самоуправление ученых и самоуправление научных исследований, очень важно создание снизу профессиональных ассоциаций, целью которых, собственно, является самоорганизация ученых, поощрения свободы научных исследований. Вот, собственно, цель вольного исторического общества и есть создание такой профессиональной среды и обеспечение условий для свободы академических исследований. Есть ли такие общества в Европе, в США? Что Вы думаете, насколько можно использовать зарубежный опыт? Да, конечно, таких обществ очень много, и в европейских странах, и в Соединенных Штатах, причем они имеют очень давнюю историю, многие из них создавались даже и в XVIII веке, и в начале XIX века. Ну, это нормальные профессиональные общества, есть более специализированные, ну, например, во Франции довольно авторитетное общество эллинских исследований, которое объединяет специалистов по Греции и по греческой культуре. Есть и большие ассоциации, философское общество в Соединенных Штатах или историческое общество. Ну, у них у всех, конечно, своя специфика, но вообще это очень распространенная форма самоорганизации научного сообщества. Как Вы налаждаете ближайшие, ну, самую важную деятельность, которая могла бы вести это общество? Ну, цели общества, провозглашенные, это создание независимых экспертиз, создание профессиональной среды, ну, и объединение ученых, которые разделяют эти общие идеалы, скажем так, ученых с хорошей репутацией профессиональной, и не только ученых, но и преподавателей и так далее. Ну, в общем, объединение всех тех людей, которые рассматривают историю как предмет непредвзятого изучения, а не в качестве такой политической гиблины. А является ли инструментом этого объединения, то вступление их в общество или как-то по-другому это мыслить? Как будет идти объединение? В чем? Ну, посмотрим, пока общество только создается, что, как практически будет осуществляться его деятельность, говорить пока рано, это мы увидим, наверное, в течение года, это понятно, но пока предполагается, да, что вовлечение историков, у которых хорошая профессиональная репутация, в это сообщество и предложением вступать в члены сообщества, но дальше совместными усилиями создавать профессиональную среду.